Вы смотрите RTVI, с вами Марианна Минскер и психолог Михаил Лобковский. Приветствую, Михаил. Привет. Настоящий мужчина. Мифы и реальность. Тема этой программы. Ты знаешь, готовясь к этой программе, я вбила в поисковой строке в интернете словосочетание «настоящий мужчина». И практически первым в продолжении мне выскочило, ты не поверишь, слово «должен». Я думал, 404-я ошибка. Нет, «должен». Так вот, что «должен» настоящий мужчина и чего не «должен»? Будем разбираться сегодня. Но перед этим мини-опрос, который мы провели в Москве. Мы спросили и мужчины, и девушек, кто, по их мнению, настоящий мужчина? Каким он должен быть? И почту они ответили. Это сложный вопрос. Добропорядочным, с чувством юмора и сильным, чтобы на сне, как за каменной стеной. Это я. Настоящий мужчина – это тот, который меня понимает. Который знает свои обязанности. Настоящий мужчина – это тот, который умеет смешно шутить. Любеобильный. Уметь брать на себя ответственность. Добыватель. И смелый, на которого можно понадеяться. Кто следует своему слову. Айтишники. Умный, красивый, справедливый, верный. Самостоятельный, преданный. И настоящий, как я. Понимающий, верный и добрый. Ничего настоящий мужчина не должен. Он должен, как бы, внутренне осознавать. Хорошо, если он есть. Михаил, ты каким должен быть настоящий мужчина? Смешно, я просто хочу сказать. Настоящий мужчина – это кто? На меня не смотри. Я не настоящий. Почему? Шучу. Не знаю. Я себя больше инфантильным ребенком чувствую, чем мужчиной. Смотри, это очень интересная тема. Вот почему. Мы оба обратили внимание, что слово «должен». Ты сказала, когда в поисковике забила, а послушай, что люди говорят, выразные интерпретации, он своими что-то должен. Конечно, я об этом и говорю. Надо вам про женщин тоже сделать, там еще хуже будет, я чувствую. Что такое «должен»? Это инфаркт в результате, инсульт, ишемическая болезнь сердца, ожирение и так далее. Дело в том, что многих мужчин с детства приучает к этой бессмысленной идее, что раз родился мальчик, ну просто уже не повезло, то теперь ты что-то должен отрабатывать, да? Вот эту какую-то мужскую программу, что ли. Ну, например, ты же не баба плакать, правильно? Если тебе 4 года. Ты же мужик. Мальчики не плачут. Мальчики не плачут. И это вообще не трогай, который тебя убивает ногами вместе, она же девочка. Ты же мужик, отойди от нее. А уступи. Ты же парень, да? Слушай, перестань ныть. Ты же мужик или ты кто вообще? Что получает бедный рецепт? Ну, самое-самое главное, ты должен зарабатывать. Ты же мужчина, ты должен. Я, кстати, мы дойдем до заработка. Тоже у детей, как эта идея звучит. Так вот, когда ребенок маленький, он растет, к сожалению, так как многие родители совершенно отмороженные, думают, что и так мужика растят, да? То к ним по-спартански относятся, да? Жестко относятся, воспитывают, наказывают, а не мужчину растят. У меня была проблема, у меня такая статья была, в Снобе назвалась «Как вырастить геем». Там большая вероятность, что гомосексуалистом можно вырасти, чем мужчина. На нее постоянное давление от родителей, потом от общества. Ты говоришь про деньги, я тебе скажу, что такое деньги. Когда ребенок, бедный малыш, в школу заканчивает и хочет, я не знаю, чем заниматься, на филолога учиться, рисовать, в балет пойти. Ему что говорят? Ты что, дебил, что ли? Ты же мужик. Сейчас мы тебе найдем правильную специальность, чтобы ты у нас деньги зарабатывал. И здесь даже у него выбора часто нет. Понимаешь? Он же мужик. К сожалению, это, во-первых, неправильно, потому что мужчина, ну да, может быть, не такой совершенно, как женщина, но тоже человек. Ему тоже жить хочется. А вот эта идея ожидания, да, от родителей, от общества, что он что-то должен, она его, конечно, убивает. Почему? Вот здесь два мужика сказали, это я. Ты видела, да? Да. Настоящий это я. А остальных так не думает про себя, понимаешь? Они не дотягивают. Они за это вот страдают, они переживают. У них комплексы появляются. А подожди, вообще понятие настоящий мужчина, это женщина придумала? Ты знаешь, и женщина в своем понимании держит у себя в голове, и мужчины между собой. И мужчины между собой. Я, как еврей, отвечу не прямо. Вот представь себе, ты ходишь по выставке современного искусства, и ты видишь на этой выставке какие-то цветные квадраты, какие-то композиции из современного искусства. Тебе нравится или не нравится, и ты считаешь, что это художники, да? Но когда этот человек, который делает инсталляцию из керамической плитки среди других художников вместе, когда общается, да? Знаешь, что он понимает? Что вообще не художник. Понимаешь, почему? А он не умеет писать. Он не может человека написать. Он не может руку написать, голову написать. Он не умеет. Он для тебя, для зрителя, как часть рынка художества, абсолютный художник. Но для нормального художника вообще никакой. То есть художник, который кончил, имеет высшее художественное образование, им вообще не очень понятно, почему этого держат за художника. Пикассо, который до старости лет баловался, у него был голубой и розовый период, он показал, что он реальный художник, выдающийся и великий, да? А то, что потом голубей делал, бог ему судья. Как это относится к настоящему мужчине? Вот. И мужчины так же. Между собой они реально знают себе цену. Я так и насказательно подошел, чтобы было понятнее. Женщина может говорить, что там внимательный, там добрый, сильный. Но когда мужчина оказывается в мужской среде, да, к сожалению, у нас есть две ситуации в жизни. Это или тюрьма, или армия. Вот там все это вылезает. Настоящий, ненастоящий. Ну, ты даже, я правильно понимаю, что настоящим мужчина должен считать себя сам, в первую очередь? Он сам себя должен считать. Он должен для себя определить, что для него есть мужчина. То есть у него не должно быть конфликтов со своим гендерным происхождением, что ли. Ну, может быть, какие-то есть критерии, вот с твоей точки зрения, настоящий мужчина это кто? Хочешь сказать, прежде всего, это красиво. Не знаю даже сказать. Вот я тоже теряюсь, ты знаешь, но считается, давай так, у меня нет своего мнения, я скажу, как я представляю из общественных ожиданий. Человек, который берет на себя ответственность. За что? Первый, за то, что он делает и за то, что он говорит. Третье, за то, что... Второе. Да, да, да. Говорит и делает это разные вещи. Знаешь, есть такая шутка? Мужик сказал, мужик сделал. Это два разных мужика. Что есть человек, мужчина. У вас не могут быть до конца равные отношения. Почему? Он берет на себя обязательства по двум вещам. Потому что он будет кормить эту женщину и будет ее охранять от других мужчин. Но это исторически так сложилось. Вот вопрос ответственности в совершении действий, в поступках, в том, что мужчина обещает, например, характеризует его как мужчину. Теперь то, что касается силы. Насмотрит же и молодежь тоже, да? Вот есть такой смешной рисуночный тест, когда просто просят ребенка нарисовать человека. Если это ребенок-подросток, у нее прямо плечи такие, мускулы такие. Почему? А в семье тоже ожидает, что он таким мачо вырастет, да? Что он просто всех мочить будет. Это даже, может быть, не в семье, а телевизор. Об этом рассказывается и по телевизору подростки. У женщины такая же трагедия с этой барби, с этой рекламой 60-90-60, да? Этот бред есть и у женщин, и у мужчин. Мужик это типа такой здоровый, такой качок. То есть общественное мнение формируется. И многие мальчики, подростки, когда у них вообще формируется мужская психология, 15-16 лет, а они просто, у них крыша едет. Почему? Они щуплые, небольшого роста, у них никаких мускул нету, и они понимают, что, в принципе, им и наваляют, и они значи не смогут дать. И вот здесь я вспоминаю гениальный совершенно рассказ одного моего друга, который сидел в разные годы в разных тюрьмах. Он говорит, а кто реально сильный человек? Кто реальный мужик в тюрьме? Если посмотреть сельский сериал, это спортсмен. Он говорит, нет, спортсменов гасит сразу же в первый день. А их потом, они из-под скамейки не вылезают. Он дальше рассказывает потрясающий эпизод. Значит, Вудиалин, это фильм Вудиалин, полюбил проститутку и стал с ней жить. Через какое-то время приходит к нему сутенер убивать. Говорит, ты что, говорит, ты взял мою бабу и живешь с ней, не спросясь, поднимает его так вот от земли и уже убивает. И в это время его помощник говорит сутенеру, но какие билеты на футбол? Ты шутишь, что ли? Билеты на футбол уже как 10 лет проданы, ты не можешь попасть. Вудиалин ему говорит весь о воздухе. А нужны билеты на футбол? Я могу достать. Вот он отпускает, они сидят, он ему достает билеты, после чего сутер говорит, слушай, если кто-то понравился, бери любую. Вот этот друг сидел и говорит, вот кто выживает в тюрьме, кто не боится смерти, здесь не нужна физическая сила. Здесь есть готовность умереть, отсутствие страха, самообладание, железные нервы, что тебя убивает, а ты говоришь, я вам достану билеты на футбол, не вопрос. Не верь, не бойся, не проси. Вот такая психология, вот это мужественная психология. Он рассказывает это вот нашему каналу как раз прямо вот в струю. Гениальную историю, по-моему, была фамилия, я не хочу врать, Гинсбург. Это было самолетное дело ленинградское, когда группа евреев пытались с аэродрома угнать там пустой самолет, а Эдуард Кузнецов, если ты слышал это имя, это был будущий редактор газеты «Вести» израильский. Он получил вышку, еще кто-то получил вышку, потом им заменили там на 16 лет, потом поменяли на шпионов и так далее. И вот там был такой абсолютный ботан, такой в очках, такой маленький человечек, по-моему, он был физик или математик, профессор. У него расстрел завтра, это реальная история. Подходит конвойный, говорит, у вас есть пожелания какие-то? Говорит, да, баба, приведите мне, мне уже умирать завтра. Говорит, но вы шутите, это все-таки тюрьма, баба, мы мне приведем. Еще есть пожелания? Говорит, а свет выключить, я хочу выспаться перед смертью. А по режиму в камере все время горит лампочка. Говорит, я бы с удовольствием, я не могу, мы не можем нарушать режим. Говорит, ну и пошел отсюда матового послал, лег спать перед смертью. Недавно он умер в Израиле, этот человек. Вот эта сила духа, она гораздо сильнее, чем физическая сила, которая часто бывает у слабых и у трусливых людей. Вот такие качества, мне кажется, для мужчины, да. А как это можно воспитать в себе самому? Я считаю, что это можно воспитать не так, как думают родители. Не самому, родители это могут сделать, давая полную свободу ребенку. Я тебе приведу потрясающий пример. Значит, идет Израиль-Арабская война. Израильские солдаты, это дети абсолютно не наказанные в семье. На них никто ни руку не поднимает, ни кричит. Им все разрешают. Казалось бы, да? Они вообще дебилов должны вырастить, что ли. То есть, израильский ребенок в израильской семье, это вообще главный персонаж. Водители вокруг него, там культ детей, да? Ему все позволено, его ни за что не ругают, его в попу целуют. Арабские солдаты, жесткое наказание в арабских странах, там детей, мужиков, воспитывают как мужиков. А знаешь, что на выходе получаем? Абсолютно бесстрашного израильского солдата, который реально ничего не боится. Почему? Он никто не бил в детстве. Он настолько воспитанный в любви и в свободе, что когда дошло дело до войны, казалось бы, должны победить те, которые гораздо больше жесткие условия. Нифига. Оказывается, что арабы гораздо больше трусят, когда ходят до дела и убегают. Израильтяне нет. Почему? Они такими выросли. Был такой фильм про рысь, я помню, в моем детстве он был рожденный свободный, потому что их так воспитали. Я считаю, в Израиле правильно воспитали. Все воспитание дело, все секреты. Какие-то, может быть, сыноветы, главные, семьям, родителям, чтобы... Как правильно воспитывать мальчику? Если вы родили мальчика, это не повод из него что-то мужика лепить, да? Вы вырастете из него реально мужика, если будете давать ему с раннего детства самостоятельность, чтобы он научился за себя отвечать. Будете ему доверять, чтобы он научился за себя отвечать. Не будете его физически наказывать, чтобы он не сломался характером и не вырос наоборот трусливым что кстати бывает от физического насилия вы будете с ним разговаривать на равных чтобы он себя уважал вы будете показывать ему что он сам многие вопросы может решить вот если прямо совсем тяжело я имею ввиду не опекать его кстати одна из проблем той же израильской семьи да вот тогда он вырастет мужчинам свободным независимым со своим мнением если не будете давить на него и затыкать ему рот вот тогда это будет мужчина если вы будете по этой схеме тупой давай его лупить давай его наказывать сейчас мы его в угол поставим и отдельные советы тем семьям в которых если мальчик растет с мамой и с бабушкой без отца ты знаешь вариантов что хочу сказать 54 процентов мальчиков и в россии и в европе растут с бабушкой с мамой без отца ты не знал об этом больше половины мальчиков и так растут но я что хочу сказать костички одевать не надо в платьице наряжать не надо и в то же время вот это не бабушкина бабушки они добрые как правило в маминой ошибки раз я одна бедная рачу его а мужа то у меня нету я ему часа из-за меню говорит мама и хватается за руби как с этим дело моя мама при наличии отца который никогда меня пальцем не трогал выпила только мама стандартная история дашь поэтому я что хочу сказать если вы растите мальчика в неполной семье это не повод любить из него мужика просто любите его и вырастет мужик некоторые мамы боясь что как-то неправильно воспитает мужчина вообще не подходит к ребенку к мальчику боятся его лишний раз обнять сказать эти ласковые слова это что же перебор о хорошо что об этом вспомнил ты знаешь это даже не из страха из-за того что они холодные люди еще ты понимаешь какое дело такие мальчики они в общем-то очень закомплексованы вырастают из-за отсутствия тактильного контакта это считается вот психологию детской называется отсутствие тактильного контакта они становятся очень зависимыми от людей от мам очень часто они становятся сайте подкаблучниками мариана из-за этого да потому что они как дети все время хотят какой-то ласки не получает не получает они потом все же будут бегать за женщинами ни одна мать этого не захочет ли своего сына а женщина таких еще и не любят как быть тем кого воспитывать уже поздно в 30 в 40 50 если их все-таки в детстве неправильно воспитывали можно ли есть ли шансы как-то перевоспитаться и стать настоящий мужчиной но как мужчина будучи взрослым сам многое собой может сделать но я хочу еще и к родителям обратиться тех выросших мальчиков до наконец примите вот таким какой он есть это им очень поможет потому что когда вы не принимаете ребенка вот мужчина да он себя не чувствует полноценным мужчины критикуете вы чем-то недовольный вечно замечание делаете если вдруг поняли что он уже взрослый а вы продолжаете в эту детскую игру играть просто выйдите из игры эти сынок мы тебя любим такой как есть дальше как приходит еврейский ребенок домой с парнем со своим но родители сразу в обырок падают а вот пытается познакомить это мой бойфренд а бабушка это я надеюсь он еврей так вот даже в таком раскладе любите и примите будет мужчиной независимо от сексуальной ориентации скажи мне а как-то трансформировалось понятие настоящий мужчина вообще критерии мужественности во-первых в разного со временем допустим советское время нужно было посадить и дерево построить дом и вырастить сына и обязательно служить в армии а сейчас совсем по-другому и от чего это зависит ты знаешь не совсем по-другому мне кажется что главные ценности никуда не делись они не меняются армия к сожалению утратила прежний престиж поэтому службы в армии ничего тебе не прибавит во-первых ты давай не забывай что в советское время офицер это чек с деньгами я сейчас мы не можем вызывать рекламных целях ресторана у нас есть маски ресторан абсолютно воспроизводящий атмосферу и странно место встречи изменить нельзя там нет военных понимаешь в той фильме они были потому что не были деньги нынешних сожаления не могут позволить ответственность мужественность способность эти зарабатывать деньги отвечать за семьи было всегда вот взять меня почему они настоящий я когда женился я зарабатывал 69 рублей буфетчица в школе школе работал мне кидала впервые 2 котлеты дай что она говорила если ты козел был бы моим мужем ящеба из дома выкинула вот отец мой был настоящий мужик он зарабатывал раз в десять больше содержал этот детский сад виде там меня жены и ребенка и так далее а также маму то есть свою жену еще и брата вот это было всегда то есть даже когда были какие-то странные зарплаты в советское время а сейчас ты можешь быть миллионером само отношение к этому что мужчина должен обеспечить семью вот и правильно про дерево вспомнила и про дом это было всегда и сейчас это и есть это для разных стран актуально то есть это понятие мужественности и понятие настоящий мужчина или все-таки отличается в израиле одно знаешь нет вот эти общие принципы они одинаковы и я решил что я тоже мужчина чтобы вот смотрел на меня марианна это мигалка вы вообще спрашивай вот сам я живу в съемной квартире а ребенка я купил квартиру тут я считаю что это как мужчина я свой отцовский долг вы кстати вот в быту в семье взаимоотношения с детьми ведь тоже трансформировались раньше было не модно к если мужчина как-то гулял с детьми даже те годы не было никаких подгузников я пытался дойти до прачечной на что жена сказал алё у нас же не мальчик мы не можем сдавать вот это детское белье в прачечную ажи девочка из гигиеничных соображений два ведра в день вот этими руками начала мыло хозяйственное это советское время нога и потом кипятишь марианна потом гладишь понимаешь да то есть что-то во мне есть мужского все-таки хотя бы вот это как в быту должен мужчина себя проявлять настоящий мужчина носки разбрасывать постоянно выступает что тут недосоленое здесь пишали да а главный придя домой сразу ни с кем не здороваясь против ботинках лечь на диван с газетой включить вредные советы включить футбол кстати ты знаешь вот это лапковская есть знаменитый домострой американский пятьдесят по моему шестого года там написано для женщин когда ваш муж пришел с работы нарядно одевшись вместе с детьми выйдете при поприветствуйте мужа и отца но не трогайте вас вопросами он устал молча удалитесь накройте на стол и ждите когда он поедет примерно то же самое было написано и в советской домовой книге или что-то такое вот так нет на самом деле мужчина такой же животные домашние как и все остальные я вообще за естественность вот мы начали разговор с того ты спросила какие качества что значит честно говоря я за то чтобы люди жили так как им комфортно и любая женщина найдет того мужчина который в ее понимании мужчина так который помнишь как это говорит как за каменной стеной и сразу министерство обороны надо идти там у нас очень много которых за каменной стеной так который не любит каменной стены до который хочет таких дружеских отношений пожалуйста полно мужчин который пальцы не гнут стену не изображают а просто живут но ты будешь сама менять себе резину летнюю на зимнюю на машине мужчина лучше не трогать еще одна твоя любимая тема мужчина женщина и деньги давай об этом поговорим когда у тебя равноправные отношения ну то есть на пирты работаешь и я работаю да то неважно не надо мериться писками кто больше зарабатывает почему я считаю что если женщина себя прокормить может этого достаточно не должно ничего доказывать и тогда у них общем вот у меня в доме когда я был ребенком у родителей был общий бюджет это мама зарабатывала в три раза меньше папа никогда не было темы вот деньги в тумбочке бери это самый окажите там тяжело и до западу занимали я считаю что деньги должны быть общие это ты так считаешь а многие женщины считают по-другому что то что я зарабатываю это мою что зарабатывает мужчина это наша моя дочь так и говорит и она гайта что я зарабатываю на заколке это наша семья я согласен тоже вот я с ней согласен на самом деле к сожалению есть проблемы потому что например в россии очень распространен неравный брак что это значит это такая бедная золушка знаешь это самый переночевать негде от поезда отстали документы потеряны в россии наши на перо олигархи обожают облагодетельствовать таких золушек мы сейчас не будем вспоминать известную историю про она не одна ты знаешь их миллион этих историй вот например все олигархи западные за исключением выживших из ума стариков который прямо деньгами жениться молодых вот как этот наш коллега в телевизионный его зовут-то господи который самый известный в мире ларри кинг да ларри кинг вот они там 115 жена и 25 лет а ларри кинга около 90 это очень жесткой истории про деньги да но в россии все так женятся а например от цукерберг до или билл гейтс у них другие браки на равных себе на людей с которыми им интересно работающих в этой же сфере зарабатывающие хорошие деньги и так дальше другая психология в россии если мужчина богат а женщина бедна то она каждый раз будет бегать за деньгами это можно на что будет тебе на сапоги ну принеси старый дай посмотрим она переносит дурака-то не валяя на бойки поставь новые иди отсюда еще зима проходишь вот что такое настоящий мужчина должен вести себя в ситуации развода например если бы я был на твоем месте я пускал вы конечно все оставить и уйти у нас их такой на эту по по этому поводу гениальный эфир в золушка современный цикалы белл и там первые две минуты просто выдающийся утро встает жена играет много греша его подходит муж посевает дорогая дальше он говорит вот и там бентли стоит весь такой в ленточках это говорит тебе дальше он отдает ей все акции предприятий дальше ладо эти документы на дом дальше ладо это два билета в милан с подругой а дальше подходит и выстреливает себя в висок это просто последний подарок и мертвая лежит а это все ее вот так удобно разводиться правильно правильно ответ а как по-братски ну смотри есть закон а я бы не стал рассказать свое мнение который предваряющий законам я еще и сервитическое образование я в израиле три года учился по-английски называется family mediation service дорогие даритяне на иврите называется с рот летевых мишпахти это семейный посредник который как раз вот на твой вопрос отвечая ведет переговоры по разделу имущества и по отношению с детьми и содержание детей это так скажу если люди развелись потому что отношения себя просто и жили то они действительно делят как-то по справедливости там то что дорого же не оставляется жене мужа не помогает и так далее но если а большинство разводов не из-за изживания отношений обиды какие-то измены понимаешь то там все борются то что не на жизнь а на смерть но мы уже говорим про настоящего мужчина этот настоящий крыши идет извести ему изменили вот и ни копейки мясо тебя голову и пустят на улице это же неправильно в этот момент он перестает и не быть мужчиной и самолюбие его переклинивает по-хорошему надо договариваться я считаю я был одним из немногих людей в этой стране который знал ты не поверишь что я знал не было эксклюзивная информация о коммуналках в элитном жилье ты вообще можете представить что квартира за 10 миллионов долларов коммунальная никто этого не может представить а я знал ночь они разводятся они разделили эту квартиру на супружеские доли так называемые и теперь ты продаешь свою долю же не могут договориться по-братски продать и поделить деньги они воюют поэтому мы продаем 400 метров с видом на красную площадь с одним соседом понимаешь вот это смешно было как должен то в этой ситуации настоящий мужчина себя вести или опять это должен это слово ты знаешь ты меня заставляешь противоречить своим же правилам а правило следующие не делай то что не хочешь то есть если ты хочешь понравиться мариане будь мужиком снимая все до трусов и валя отсюда голый и два мариана скажут ну да нормальный мужик был я буду о тебе помнить цена иди отсюда а если ты сейчас начнешь делить все то для мариана вообще чмо какой-то не мужчина рассмотрит твой сторону не хочется я думаю что люди должны все-таки договариваться без вот этих вот жестов широких ты затронул тему измен настоящий мужчина и моногамия несовместимы хороший вопрос задаешь и тебе скажу совместимы для этого на статистике 20 процентов а ты думаешь женщины сильно отстают мы сейчас про мужчин а не хочешь да это следы это тема следующий прогресс и знаменитый опрос измерили вы своему супругу если на 20 если бы на сто процентов были уверены что он об этом не узнает американский ты правильно говоришь цифру 20 процентов мужчин не изменили бы и 22 процента женщин тоже бы не изменили это так скажу это не вопрос мужественности то есть смотри какая история предположим есть пара да и мужик он хочет с кем-то переспать но он же мужик ваша сея яйца перевязывает в это время бьется головой об стену это бред почему я за то чтобы он так свою жену любил чтобы никого больше не хотел ты что же об этом думаешь а не о том что типа он может мне вообще не хочет может других хочет но мужиком нет я за то что люди все-таки полюбие понимаешь жили и пока они другую любят у них этого не происходит потому что им не нужен еще секс на стороне и мы тут девать свои некуда вот и говори что ты не настоящий мужчина а кто на твой взгляд попадает под это понятие настоящий мужчина из-за известных персон друг не вспоминается знаменитый армянский борец о нем недавно писали которая вытащилась троллейбуса они он не борец он этот самый водолаз он вытащил весь троллейбус утонувший там двадцать тридцать человек есть люди которые жертвовать своей жизни спасая других это летчики которые уходят например от жилых кварталов знаешь что они разобьются но они пытаются разбиться на том месте и нет людей вот это такие поступки конечно велики великих мужчин да это и нас уже заканчивается время совсем коротко несколько может быть основных критериев правил людей не настоящий у нас настоящий мужчина предпочтительно не разбрасывается словами и не обещает того что он делать не будет или не может просто говорит я этого не могу чтобы не комплекс не заставляли во вовсе за все браться то есть настоящий мужчина любит свою настоящую женщину не хочет больше никакой другой женщина ты оба давай эта спрашивая за настоящий мужчина ты тоже об этом спрашивала любит своих детей не строят из себя мужика которой я тут кормлю вас а полноценно занимается ребенком, и сопли ему вытирает, и с ним гуляет, и воспитывает. И жене, кстати, тоже по дому помогает. Они рассказывают, что я здесь за все плачу, поэтому иди помой посуду, это не мужское занятие. Настоящий мужчина все-таки при всем равноправии мировом берет на себя ответственность за свою женщину. Я бы на этом остановился. Мама любит, я забыл. Мама своя любит. Спасибо, настоящий мужчина Михаил Лобковский. Спасибо тебе.